И снова всем привет, с вами канал Android Software. Сегодня пойдет речь о ТВ-боксе или по-другому игровой суперконсоли от фирмы KingHank X3 Max, работающей на мощном четырехъядерном процессоре Amlogic S905X3 под управлением операционной системы Android 9. Наша приставка имеет 4 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. На борту консоли предустановлено более 114 тысяч ретро-игр. На данной консоли можно запустить прямо из коробки на выбор три вида различных систем, а именно Android TV, AmoElec или CoreElec. О каждой системе более подробно я расскажу чуть позже. Итак, поставляется суперконсоль KingHank X Max в простой картонной коробке. На лицевой стороне коробки изображена сама консоль с пультом управления и здесь же указан бренд KingHank. А на правом боку указаны все основные достоинства гаджета. Давайте откроем коробку и посмотрим на комплект поставки. Первое, что нас встречает, это еще одна белая коробка, в которой находится сама игровая консоль. Давайте отложим ее пока в сторону и вернемся к ней чуть позже. Далее идет HDMI кабель длиной около полутора метра, простенький USB хаб на четыре порта, адаптер питания с евровилкой на 5 вольт и 2 ампера. Далее идет довольно необычный кабель питания. Необычность его заключается в том, что на нем расположена кнопка включения и выключения устройства. И это большой плюс. И еще здесь есть довольно неплохой пульт для управления устройством. Он работает по ИК интерфейсу, имеет режим мышки и оснащен основными навигационными кнопками. Питается пульт дистанционного управления от двух батареек типа 3А, которые необходимо приобрести отдельно. В комплекте их нет. Далее в основной коробке есть три инструкции на английском языке. Первая инструкция по эксплуатации ТВ-бокса. Вторая по эксплуатации ретро-консоли. И третья по использованию геймпадов. Еще здесь находится флешка на 4 гигабайта, на которой установлена третья система под названием CoreElec. Но о ней мы поговорим чуть позже. И последнее, что есть в коробке, это два черных геймпада. Я заказывал комплект из четырех геймпадов черного цвета. Поэтому еще две штуки положили отдельно в пластиковый бокс. Питается геймпад от двух батареек типа 3А. Также в отсеке под батарейки спрятан USB адаптер, который нужно подключать к консоли для работы геймпада. А в нижней части расположена кнопка включения-выключения. Качество изготовления геймпадов довольно неплохое. Поддержка передачи сигнала заявлена на расстоянии в 8-10 метров. Данные геймпады можно использовать без проблем и на других ТВ-боксах, а также на ПК. И давайте перейдем к обзору самого ТВ-бокса с функцией игровой ретро-консоли Kinghawk X Max. Приставка выполнена в плоском круглом корпусе с красивой наклейкой сверху. Корпус пластиковый, глянцевый. Цветная наклейка покрыта защитной транспортировочной пленкой. Корпус приставки дополнен дисплеем, на котором отображается режим работы приставки, а также показывается точное время, которое приставка берет из интернета. Яркость дисплея средняя, в темноте не слепит. Данный дисплей работает, к сожалению, только в режиме Android TV. А в режиме Amoelec или CoreElec дисплей не работает. Сзади корпуса на боковой грани равномерно расположены следующие порты. Слот для карт памяти формата microSD. В моей комплектации здесь уже установлена флешка от SanDisk на 256 гигабайт, на которой установлена игровая система Amoelec с предустановленными 114 тысячами ретро игр. Далее идет порт питания DC для подключения блока питания. Оптический аудиовыход SPDIF для подключения качественной аудиосистемы, ресиверов или усилителей. Аналоговый порт AV для вывода аналогового звука на усилитель. Или подключения приставки к старым телевизорам без HDMI через переходник типа тюльпаны. Порт HDMI 2.1 для подключения приставки к телевизорам или мониторам. Данная версия поддерживает 4К в 60 фпс с динамическим HDR. Порт LAN для подключения приставки к интернету с пропускной способностью до 1 гигабита. Также на борту имеется и встроенный Wi-Fi модуль. Далее идет порт USB 2.0 для подключения периферии. И последнее что здесь есть это порт USB 3.0. Более высокоскоростной порт, который рациональнее использовать для подключения внешних накопителей. Снизу приставки находится пластиковая крышка с вентиляционными диффузорами. Какие-либо резиновые ножки отсутствуют. А также есть небольшая наклейка с информацией о характеристиках устройства. Все характеристики приставки вы сейчас видите на своем экране. Итак, давайте запустим приставку и посмотрим что она из себя представляет. Если у вас в ТВ-боксе вставлена комплектная микро-SD флешка системы AMOELEC, то данная система запустится по умолчанию. При запуске нас встречает фирменная заставка AMOELEC. Все управление в системе AMOELEC происходит только при помощи геймпада. Здесь установлена обновленная версия AMOELEC 4.5 и это очень круто. В меню можно задать тему оформления. По умолчанию их две и по мне этого достаточно. Но при необходимости можно установить и другие темы. Список отображения игр внутри выбранной платформы также можно настроить под ваш вкус. Здесь есть целое множество различных видов отображения. И сейчас я вам их продемонстрирую. Мне больше всего пришелся по вкусу режим отображения под названием «Подробно». Субтитры добавил DimaTorzok Также в данной системе AMOELEC есть огромное количество различных настроек. И вы сможете настроить данную платформу на свой вкус и цвет. Давайте также посмотрим, что за платформы здесь поддерживаются и откуда здесь более 114 тысяч игр. Конечно, все игры, которые здесь есть, я вам показать не смогу, так как на это ушло бы, наверное, несколько часов. А вот показать платформы и сколько игр есть для каждой из них я вам покажу. Количество игр для выбранной платформы отображается в правом нижнем углу. Большинство игр здесь будут для более простых платформ. А для более мощных платформ, например, таких как PSP, Dreamcast или PlayStation, игр будет поменьше. Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Также есть меню с различными настройками для игр. Для того, чтобы в него попасть, нужно во время игры зажать одновременно кнопку Select и X. Или нажать одновременно на оба стика. Настроить здесь можно что душе угодно. Здесь можно сохранить прохождение любой игры. Доступно целых 999 ячек для каждой отдельной игры. Можно сделать скриншот, записать видео, настроить оверлей, изменить разрешение картинки, например, растянув его на весь экран и много всего еще. И давайте я запущу несколько игр на данной платформе Amuelic. И вы посмотрите, как это все выглядит. Почти все игры работают без каких-либо проблем и без подлагиваний. За исключением нескольких очень требовательных игр из мощных платформ. Обращу ваше внимание на то, что, к сожалению, во время записи игр моя карта видеозахвата лаганула и не записала звук у некоторых игр. А на других звук записался, но с небольшими артефактами. В реальности при использовании приставки никаких проблем со звуков в играх нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если вы помните В комплекте шла флешка на 4 гигабайта на которой и установлена третья система под названием CoreElec Для того чтобы запустить данную систему нужно ставить флешку а затем уже запустить его Данная система представляет из себя аналог коди Эта платформа может сделать из вашего Android TV-box полноценный видео аудио проигрыватель для чего угодно Но если честно, лично я не вижу смысла в этой системе, так как у нас уже есть полноценный Android TV. Но лишней данная система точно не будет и может быть кому-нибудь и пригодится. Давайте подведем итоги. В моем детстве у меня сначала была приставка Dendy, а затем уже в юношестве PlayStation первого поколения. И мне очень приятно было поиграть и вспомнить игры из прошлого, в которые я в свое время залипал день и ночь. В этот раз китайский производитель меня удивил. В данном ТВ-боксе присутствует нормальный Android TV. И самое главное это наличие системы Amoelec с огромным количеством различных ретро платформ и игр для них. И все это работает отлично. Если вам нужен хороший ТВ-бокс, а также игровая приставка с тысячами ретро игр, то Kinghung X-Max отлично вам подойдет. Ссылку на это чудо техники я оставлю в описании к этому видео. А я на этом с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк. А также не забудьте подписаться на мои каналы на YouTube, Яндекс Дзен, ВКонтакте, Рутуб и Телеграм. И я на этом с вами прощаюсь. И всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok